Этот разговор Андрея Калачинского посвящен самым актуальным политическим событиям Приморья. Но первыми в списке обсуждаемых тем, конечно, стали последствия накрывшего край ливня. Затоплены Надеждинские и Хасанские районы, Уссурийский городской округ. Ряд мостов разрушено, соответственно, люди страдают. Поэтому, как ни печально, но второй год подряд от такого масштабного тайфуна смывает нашу дорожную инфраструктуру краевую. В итоге сейчас жителям придется сталкиваться в течение месяца с определенными проблемами. Мы не забываем, что это сезон отпусков, сезон сбора урожая. Мосты и дороги – краевая боль. Очередной мост обрушился на 96-м километре автодороги Осиновка-Рудная пристань после проезда по нему 90-тонного лесозавоза. Еще до последнего ливня в начале августа. По-прежнему не восстановлен мост в Новолитовске на трассе Владивосток-Находка. Обрушение двух его пролетов произошло еще 23 февраля 2016 года. Такими темпами мы наши мосты не восстановим. Там другая ситуация еще имеет место быть. Нам же говорили полтора года назад, что сейчас пройдет инспекция всех краевых мостов, всех сооружений. Мы будем знать, где надо делать. Сейчас пока рано говорить, что в основе очередного падения моста на Хасане. Это небывалый очередной тайфун или все-таки что-то где-то там не предусмотрели. Пока здесь выводов делать рано. Ответили эксперты и на волнующие жители Владивостока вопрос, почему затягивается ремонт дорог в городе. Если раньше ими занималось муниципальное предприятие дороги Владивостока, то сегодня ситуация изменилась. Основные автотрассы крупных городов теперь ремонтируют по федеральной программе. 50 на 50 регионная федерация и плюс 15-20 процентов муниципалитет. Но тонкость состоит в том, что конкурсы выигрывают фирмы, у которых за душой там не так много. И нет возможно каких-то налаженных связей, нет возможности работы с своими средствами, по сути, кредитовать стройку. Таким образом, основная проблема заключается в том, что крупные подрядчики на городские объекты заходить не хотят из-за определенных условий софинансирования. Если я правильно понял господина Вельчинского, он сказал примерно следующее. Муниципалитет свои финансовые обязательства выполнил, а региональные власти обещали денег, но не нашли. Пока что. Пока что. Пока что. Вот что сказал представитель города Владивосток. Вторую часть разговора посвятили теме задержания правоохранительными органами сразу четырех чиновников администрации Приморского края. Это вице-губернатор Евгений Вишняков, задержанный 26 июля за превышение должностных полномочий. Глава администрации Уссурийска Евгений Корш, находящийся сегодня под подпиской о невыезде за уголовного дела, о нарушениях с обеспеченным газом нового микрорайона Радужный под Уссурийском. Бывший заместитель начальника департамента земельных отношений администрации Приморского края Илья Терехов. Ему инкриминируют нарушения при передаче имущества театра, оперы и балета. А также начальника дела общего образования Департамента образования и науки Приморья Александр Евсеев, который был снят с занимаемой должности после появления в сети компрометирующих снимков. Мы должны обозначить ту негативную тенденцию, которая складывается, и связанную с тем, что действительно молодые, по большому счету, управленцы попадают под арест, и здесь могу предположить, что есть какая-то проблема именно в системе управления. Полную версию интервью смотрите в программе «Разговор с Андреем Калачинским» в эфире 8 канала. Анастасия Крикуна, Анна Бережная, Андрей Макаров, Василий Косилов. Новости на Восьмом.